В Шадринском краеведческом музее состоялось открытие выставки под названием «Кузница спортивных кадров». Выставка посвящена юбилею Зауральского колледжа физической культуры и здоровья, который в эти дни празднует свое 50-летие. На торжественное мероприятие были приглашены выпускники колледжа, кто своим трудом, упорством и стремлением к победе прославлял родной город далеко за его пределами. Первая выпускница, а в настоящее время преподаватель физкультурного колледжа Зоя Владимировна Вдовина вспоминает, как случайная встреча в поезде в один миг перевернула всю ее жизнь. Вспоминается спустя полвека, как я поступила сюда в Шадринскую технику физкультуры. Это был 1973 год. Практически с поезда меня снял Мистер Михайлович. Я это сейчас, как сейчас вспоминаю. У меня даже в мечтах не было стать учителем. Я все мечтала. Я девочка из деревни, агронома хотела стать. И они ехали со сборов, в поезде познакомились. И все. И он снял и сказал, будешь поступать. Все. И на этом закончилось. Тут Антолий Петрович Пухов свою роль первый директор техникума сыграл. Они заменили мне полностью отца, тренера, учителя. Все заменили. Да, было трудно учиться. Жили в общежитии. В общежитии в комнате жило 10 человек нас. Это были конькобежка, фигуристка и малыжницы. Утром директор заходит и девочки, надо вставать. Что опять привезли? Привезли кирпичи. Все. Мы идем кирпичи разгружаем. Из пятой комнаты, где жили наши ребята, они раствор разгружают. И так вот мы строили техникум. Потом разгрузили, сходили на занятия. Было всего лишь кабинет директора, где сейчас кабинет зауча. И две аудитории. И все. И в этих аудиториях мы учились. Потом идем на тренировку. Тренировались, конечно, очень много. Требования были у Леонида Михайловича серьезные. Он на нас возлагал какие-то надежды. Но после тренировки идем снова в общежитии. Учим уроки утром и снова. И вот так вот это изо дня в день. Пока не построили. Зоя Владимировна с теплотой вспоминает, как с ребятами ходили в пешие походы. Вне зависимости от времени года, они шли сотни километров, преодолевая сюрпризы погоды. Будь то дождь или снег. А на финишной точке в качестве приза их ждал горячий обед из свежей дичи. Конечно, это очень интересно было. Вот именно в тот период, вот эти походы, туризм у нас был. Маргарита Алексеевна Затеева у нас вела туризм. И вот они вот это сплачивали. Сплачивали коллектив, сплачивали группы. И ребята были очень тружны. Молодое поколение шадринских выпускников колледжа также поделились своими воспоминаниями о спортивной юности. Вспоминается, как поступила, как начала тут же заниматься лыжными гонками. Первый тренер у меня был Агаров Александр Николаевич. Ему большое спасибо. И, ну, конечно, преподавателям, которые все-таки нас обучали все. Вот сколько я училась в 2007 году, мы закончили. Адаптивная у нас была физическая культура и инструктора ЛФК у меня. Ну, всем преподавателям большое спасибо, потому что без них мы бы не выпустились оттуда и не получили бы таких знаний. В 2007 закончила карьеру, пошла работать, с детишками работала. Потом меня в 2009 позвали уже в Тюмень тренироваться профессионально. Тут Агаров Александр Николаевич меня как бы начал. А в Тюмени я закончила. В 2014 выступила в Сочи 2000 на олимпиаде, паралимпиаде. Зала три золотых и одну серебряную. Потом чемпионат мира был и там девять золотых. Ну, и сейчас я уже закончила спортивную карьеру. Поступила в институт в Тюмени. Сейчас заканчиваю. В декабре получаю диплом. Тоже хочу попробовать с детишками поработать, потому что мне нравится. Я и сама еще бегаю для себя. Вышла замуж. Удачно. Сейчас семейная жизнь. Готовимся с детям. Я пришел работать в Завральский колледж на группы повышения спортивного мастерства. По предложению Кишкина Александра Степановича. Это был директор в определенный период времени. А также еще пришедренее удалось мне немножко поработать. Дальше уже как работал преподавателем истории физической культуры, теории, методики и избранного вида спорта тяжелого атлетика. С определенного времени во время открытия на базе колледжа спортивной школы-интернат. Стал работать с момента открытия 2017 года. И в дальнейшем это переросло в открытие спортивной подготовки. И продолжаю работать как тренер-преподаватель уже в Завральском колледже физической культуры и здоровья. В дальнейшем все это переросло в то, что Завральский колледж физической культуры и здоровья сегодня для федерации тяжелого атлетики Курганской области для спортсменов является таким опорным пунктом, где проходят у нас и подготовка. И студенты получают образование, и соревнования на базе колледжа проходят. Поэтому мы с колледжем очень много связаны и поздравляем колледж с 50-летием и гордимся то, что к его успехам также приложили свои усилия. На выставке «Кузница спортивных кадров» представлены спортивный инвентарь, форма, фотографии, документы и, конечно, заслуженные награды в различных видах спорта. Я надеюсь, что выставку посетят, ну, как минимум, все студенты, которые сейчас обучаются в колледже. Это очень полезно, потому что, не зная историй, мы не можем строить свое будущее. А здесь именно история. И, конечно, посетят жители города Шадринска. Думаю, она будет достаточно популярной. Мы знаем, что у Шадринска очень сильные спортивные традиции, в том числе и благодаря тому, что у нас существует такое замечательное вечернее заведение.